Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Судей. По-еврейски эта книга называется Сефер, то есть книга Шефтим, Судей. И христианское название, и еврейское таким образом совпадают. Восьмая глава рассказывает о том, как окончательный разгром Мадионитян происходит во дни Гедеона, Судей Гедеона. О наказании жителей Сахофа и Пенуэла. Также рассказывается о том, как Гедеон отказывается от власти над Израилем и о смерти Гедеона, после которой израильтяне опять впали в грех идолопоклонства или двоеверия, когда они совмещали служение истинному Богу Авраам Исаака Иакова и языческим богам и темным духам. И мы читаем восьмую главу с первого стиха. И сказали ему эфремляне, зачем ты это сделал, что не позвал нас, когда шел воевать с Мадионитянами, и сильно ссорились с ним. Мы помним, что когда Девора пригласила, насколько я помню, два колена на войну с идолопоклонниками, то все израилетяне не ждали из остальных колен, они присоединились к Деворе. А эфремляне, они как бы требовали отдельного приглашения, и когда была одержана победа, они возроптали и сильно ссорились с ним, с Гедеоном, потому что не разделили славу победителей. Скорее всего, их волновали трофеи. А то, что они не присоединились к Гедеону, возможно, они ждали, какая сторона одержит победу, чтобы знать, как поступить в этой ситуации. Гедеон отвечал им, сделал ли я что такое, как вы ныне? Не счастливее ли Ефрем добрал виноград, нежели Авиезер обирал? Ваши руки предал Бог князей Мадиамских, Арива и Зива, и что мог сделать я такое, как вы? И тогда успокоился дух их против него, когда сказал он им такие слова. То есть было время, когда они тоже участвовали в победах, и теперь у них есть свой надел земли, и было время, когда они тоже собирали трофеи. Далее. И пришел Гедеон к Иордану, перешел сам и триста человек, бывших с ним. Получается, что ни один из его воинов не погиб во время чудесной атаки с горы. Они были утомлены и голодны, преследуя врагов. И сказал он жителям Сакхофа, дайте хлеба народу, который идет за мною. Они утомились. Я преследую Зефея и Салмана, царей Мадиамских. Казалось бы, это естественная просьба, чтобы местные жители, они поддержали бы армию Гедеона. Тем более, что она не была слишком большой. Князья Сакхофа сказали, разве рука Зефея и Салмана уже в твоей руке, чтобы нам, войску твоему, давать хлеб? Что они сказали? Они сказали, ты сначала поймай Зефея и Салмана, и тогда мы, может быть, поможем тебе и твоим людям. А пока все не ясно, завтра будут ловить тебя, как ты сегодня ловишь этих царей. Поэтому мы видим, что в сердцах Сарим Сакхофа, то есть князей Сакхофа, было двоедушие. И сказал Гедеон, за это, когда предаст Господь Зефея и Салмана в руки мои, «Я растерзаю тело ваше терновником пустынным и молотильными зубчатыми досками». Он угрожает им страшными наказаниями, потому что его люди крайне истощены, они голодные. И если в таком состоянии на них нападут те, за которыми они гонятся, они будут все убиты. Оттуда пошел он в Пануэль и тоже сказал жителям его, и жители Пануэла отвечали ему тоже, что отвечали жители Сакхофа, он сказал и жителям Пануэла, «Когда я возвращусь в мире, разрушу башню сию». Мы видим, что князья Сакхофа, князья Пануэла, они имели низкие моральные и нравственные качества. И они не озадачили себя поддержать отряд Гедеона в том состоянии, в котором он оказался. Зевей же и Салман были в Каркуре, и с ними их ополчение до 15 тысяч, а за ними гонится всего 300 человек. Все, что осталось из всего ополчения жителей Востока, пало же 120 тысяч человек, обнажающих меч. Гедеон пошел к живущим в шатрах на восток от Новы и Иокбеги и поразил Стан, когда Стан стоял беспечно. Беспечно, то есть они не выставили охранение, и напасть на них было легко. Зевей и Салман побежали. Он погнался за ними и схватил обоих царей Мадианских, Зевея и Салмана, и весь Стан привел в замешательство. Кто-то может удивиться, как это 300 воинов одерживают такие победы. Первый раз они напали ночью, там был эффект неожиданности, и этот раз они напали, пользуясь тем, что никакого охранения не было выставлено, и все это войско пришло в смятение, потому что они не понимали, сколько людей на них нападают. И возвратился Гедеон, сын Иоаса, с войны от возвышенности Хереса. И захватил юношу из жителей Саххофа, и выпросил у него, и он написал ему князей и старейшин Саххофских 77 человек. Чем для нас интересен этот текст? Люди были хорошо образованы. Случайно захваченный юноша смог, во-первых, по памяти, ну а главное написать имена князей, сарим, старейшин, на оси Саххофских. 77 человек, 77 имен, используя разные буквы. И пришел он к жителям Саххофским и сказал, «Вот Зевей и Салман, за которых вы посмеялись надо мною, говоря, разве рука Зевея и Салмана уже в твоей руке, чтобы нам давать хлеб утомившимся людям твоим? И взял старейшин города и терновник пустынный, и зубчатые молотильные доски и наказал ими жителей Саххофа. И башню Пенуэльскую разрушил и перебил жителей города». Их наказание было за их коллаборационизм, за их двоедушие и жестокость к людям, которые нуждались остро в самом необходимом, в пище. «И сказал Зевею и Салману, каковы были те, которых вы убили на фаворе?» Они сказали, «Они были такие, как ты. Каждый имел вид сынов царских». То есть внешность убитых, то есть эти люди умирали с достоинством, имея вид сынов царских. На самом деле все верующие – это сыны царские. Каждый христианин – это сын царя, потому что все мы фактом крещения и особенно миропомазания – царственное священство. Гедеон сказал, «Это были братья мои, сыны матери моей, жив Господь. Если бы вы оставили их в живых, я не убил бы вас». И сказал Эеферу, первенцу своему, «Встань, убей их». Но первенец был еще в юношеском раннем возрасте, нежной юности. И мы читаем, «Но юноша не извлек меча своего, потому что боялся, так как был еще молод. И сказали Зевея и Салман, встань сам и порази нас, потому что по человеку и силы его». Мол, ты муж, а это подросток. «И встал Гедеон и убил Зевея и Салмана и взял пряжки, бывшие на шеях верблюдов, их». То есть их казнили, как военных преступников, которые напали на чужую территорию и совершали массовые истребления. Далее рассказывается о том, как Гедеон отказывается от власти над Израилем. Казалось бы, после таких побед ему могут предложить все, что угодно, но интересует ли его все, что угодно. «И сказали израилетяне Гедеону, владей нами ты и сын твой, и сын сына твоего, ибо ты спас нас из руки мадьянитян». Гедеон сказал им, «Не я не буду владеть вами, ни мой сын не будет владеть вами, Господь довладеет вами». В понимании Гедеона главное, что должно стоять на первом месте для человека, это его отношение с Богом. Бог в то время и был истинным царем царей не только над всеми народами, но прежде всего над своим собственным израильским народом. «И сказал им Гедеон, прошу вас одного, дайте мне каждый по серьге из добычи своей, ибо у неприятелей много было золотых серьег, потому что они были измаилетяне». Измаилетяне, это вставка из греческой саптуагенты, это арабы, и они, даже мужчины, украшали себя золотыми сережками. Они сказали, дадим, евреи решили так наградить своего героя, и расслали одежду, и бросали туда каждый по серьге из добычи своей. Ну, для одного человека, который имел добычу, бросить одну серьгу, это не было что-то такое разорительное. И разослали одежду, и бросали туда каждый по серьге из добычи своей весу в золотых серьгах, которые они, которые он выпросил, было 1700 золотых стеклей. Кроме пряжек, пуговиц и пурпуровых одежд, которые были на царях Мадиамских, и кроме золотых цепочек, которые были на шее у верблюдов их. Из этого сделал Гедеон и Фот, и положил его в своем городе в Афире. Он не использует это золото трофейное для себя. Он делает и Фот, который использовался для почитания Бога, и положил его в своем городе в Афире. И стали все израильтяне облудно ходить туда за ним. И был он сетью Гедеону и всему дому его. С одной стороны, Гедеон поступил бескорыстно, сделав и Фот. И он положил его в Офре, в своем городе. Но он мог что-то сделать и обязан был положить это, если это религиозного предназначения, в Силоми. То есть тогда было единое место поклонения Богу для совершения обрядов, всяких действий. И его проблема в том, что он не подумал, что он создал альтернативное место поклонения Богу, а это не способствовало единению еврейского народа. Как говорится иногда, благими намерениями дорога выкладывается в ад. Хотя это оценивает его как бескорыстного человека, но это сделалось сетью Гедеону и всему дому его. Вот это свидетельствует о том, что человек должен быть очень осторожен. Даже человек, которого Господь благословляет особым образом. Который ощущает поддержку Господа в своей жизни. И тем более мы помним и знаем, что со своих избранных Господь всегда спрашивал значительно строже, чем с обычных людей. Так смирились мадьянитяне пред сынами Израиля и не стали уже поднимать головы своей, и покоилась земля сорок лет во дни Гедеона. И пошел Иераваал, сын Иасов, и жил в доме своем. Иераваал, мы помним, это второе имя Гедеона, то есть победитель Ваала. Это как бы его духовное имя. или тот, кто судится с Ваалом. У Гедеона было 70 сыновей, происшедших от чесел его, потому что у него было много жен. Вот это и есть та сеть, в которой он оказался. Также и наложница, жившая в Сихеме, родила ему сына, и он дал ему имя Авимелех. Авимелех. Авимелех, это может быть переведено как отец-царь. Отец-царь. То есть такой человек как бы говорил, я Авимелех, то есть мой отец-царь. И умер Гедеон, сын Иасов, в глубокой старости, и погребен был во гробе отца своего Иаса, в Офре Авезеровой. Когда умер Гедеон, сыны Израилевы опять стали блудно ходить вслед Ваалов и поставили себе богом Ваал Зарифа. И не вспоминали сына Израилева, Господа Бога своего, который избавлял их из руки всех врагов, окружавших их, и дому Ира Ваалову, или Гедеонову, не сделали милости за все благодеяния, какие он сделал Израилю. То есть получается, что после смерти Гедеона люди быстро отвернулись от Господа и забыли о том, что был такой Гедеон, или помнили, но ничего не делали для его семьи и для его дома. Неблагодарность – это очень опасное чувство, от которого мы должны беречь себя. Итак, сегодня мы окончили изучение восьмой главы книги Судей, и в следующий раз, если будем живы, Господь позволит, мы будем читать девятую главу этой книги. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. Спасибо вас, Христос! Берегите себя в это сложное время. Спасибо.